Доброго времени суток, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Чертолох, и сегодня мы продолжаем с вами играть в наш замечательный челлендж Волчья стая, четвёртая серия. И да, поскольку, постольку вы можете видеть, мы уже находимся в каких-никаких на стенах, так сказать, начали закладывать фундамент нашего большого и богатого дома. Наш персонаж сидит что-то недовольный и смотрит на тарельку с яишенкой. А между тем, вот прошлая серия закончилась на том, что мы еле-еле как обустроили жилище, и за кадром я немножко поиграла и переделала наш дом. Теперь он выглядит вот таким вот образом. Я немножко облагородила наш садик, сделала такое небольшое ограждение. Пёсели наши сидят и бдят, вон Чарли сидит и бдит за какашкой. Всё нормально, как бы, да, всех... Что-то... Господи, как много какашек вы тут не сделали. Ну ладно. Вот, и давайте, наверное, я вам покажу всё-таки, что я сделала внутри дома, потому что там тоже кое-какие изменения претерпели. И да, сначала я расширила территорию здесь. Я поставила два лежака для барона и маркизы, потому что это наши изначальные собаки, они будут всегда жить вместе со своим хозяином. Кроватка здесь вот с телевизором. Кухонька. Тут хоть более-менее намёки какие-то на технику. Здесь даже есть книжная полочка и ноутбук. В ванной особо изменений пока что не было. Всё просто. Я немножко местами поменяла. И я сделала отдельную комнату для наших пёселей, потому что они это заслужили. И да, вот здесь теперь, вы видите, находятся лежаки для них и все кормушки, игрушки. И вообще они теперь могут не мёрзать на улице, а вот тут вот развлекаться, так скажем. И я хочу вам сказать, что изначально я боялась, что наш челлендж, он будет мне не под силу, и что за 50 тысяч я не смогу отгрохать дом. Но вот эта вот конура, с учётом того, что я использовала моды, которые немножко... Ну, не моды, а дополнительный контент, который немножко понижает цену на некоторые вещи, он уже стоит, по-моему, 10 тысяч. Сейчас я даже вам покажу, если это вообще возможно. А, уже 14 тысяч стоит. То есть, в принципе, мы сможем, я думаю, достроить до того, как наш енот окочурится. И да, я сделала тут кое-какие свойства участка, плодородная почва и солнечная сторона, потому что чего бы нет, правилами не запрещено. Но хочу и устанавливаю. Вот, собственно, вот такие вот у нас изменения произошли. А в остальном мы всё так же сидим, вот, кушаем яишенку, занимаемся не весь чем. Нам надо какашечки собрать, надо бы ещё желательно... О, господи, это мой чудесный мод решил начать действовать. Так. Так, вот мы. Дональд. Хотя, в принципе, почему я должна отчитать за прыжки на поверхность? Нет. Вот, за питьё из лужи? Да. Потому что так делать нельзя. Нельзя, Дональд. Ну, конечно, мы тарелку оставим здесь. Конечно. Я же убирать за вами должна за всеми, правильно? Так, Дональд. Ну что? Правильно. Нельзя. А, он ещё не понимает. Ну что ж такое? Дональд. Ты, ты, ты чё? Ты чё? Так. Ух ты. Кто-то нам что-то принёс. Где? Да сейчас мы пойдём посмотрим. Сейчас пойдём посмотрим. Вытрем лужу, главное. Потому что, ну, не гоже. Чтобы дом засранным был. Только отстроили. Ещё хочется как-то пожить в чистом доме. Это кто тут у нас? Гавкает и воняет. Воняет и гавкает. Так, давай-ка не это. Нельзя, нельзя отогрелать, нельзя. Алмаз мы продаём за 90. Какие-никакие денежки. Так, ну давайте, наверное, Может, его расчесать надо. И тогда эти блохи уйдут. Может быть. Ну, нет, наверное, давайте просто искупаем нашего питомца. Ненаглядного в ванну. Не надо бы, наверное, нам за садиком немножко... Ох, да что ж ты... Чарли. Чарли. Отчитать. Какашка подождёт. Надо собаку отчитать. Ну, что это такое? Что за невоспитанность? Так, где там кто нам чего принёс? Ой, он так радуется этим подарком, как будто в первый раз. Честное слово. Ну и что там? Мячик какой-нибудь? Ну, конечно, мячик. Ну, пусть будет. Пусть будет. Всё, всё в дом тащим. Всё тащим в дом. Где? Теперь что это? Нельзя. Теперь ещё и этот дурно пахнет. Ну, что такое, барон? Ну, вот вроде умная собака, да? Мы теперь будем, я так понимаю, всех наших пёселей перемывать, что ли? Кошмар какой, а? Бароша. Теперь мы ещё илаем. Боже мой. Ну, что за... Вот, вы, по-моему, приличнее себя... А, это... Это что такое? Это что у вас там за тайные сговоры были, а? Собакины. Боже мой. Что? Бесится как-то... Как я не знаю, кто. Боже. У Маркизы голос такой хрипший. Знаете, она тут... Дама вроде такая дама. А как гавкнут, так всех мужиков подстроит. И посмотрите вот на эти испуганные глаза. Ощущение, что они повидали столько боли. И страха. Боже, ну какой же он милый, а? Я не могу. Такие прям... Что? Что-то происходит. Собакины. Что? Что? Ой! 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 Прям вот куда обдеваться. Вот с одной стороны это так мило, а с другой я даже не знаю. Страшно, страшно. Так, что-то барон приуныл как-то, да? Помыли бесчастного пса и всё. Ах, как... Кхм-кхм-кхм. Боже, барон, ну пожалуйста. Ну не... Только не с этой... Ах... Ещё вот подхватишь заразу какую-то, а я потом иди страдай. Ай, пеперушка. Ой, вы посмотрите, как он тянется. Ну, путик. Так, а я хочу почувствовать любовь. Это какая... Какая неожиданность. Давай-ка ты у меня лучший... Боже мой. Бесштанная команда, пожалуйста, оденься. Не знаю, как ты... Пока у меня к Дональду самые искренние и тёплые чувства. Хотя он такой балбес-балбесом, но... Всё равно. Милые, милые пёсели всё-таки. В Симсе сделаны. Во, всё, теперь мы хоть причесаны. Так, маркизочка моя, солнышко прекрасное. Давай-ка ты, может, на охоту у меня отправишься. И Чарли с собой прихвати. А то как-то вы все тут, я смотрю, разленились, разлеглись. Вообще никто ничего не делает. Давайте, давайте, отправляйтесь. А нам надо немножко поработать в саду. Предлагаю проповодить грядки. Боже, ну что ж ты орёшь так, Чарли? Ой, побежал, побежал, побежал. Посмотрите. О, Дональд рядом с нами. Лёг, вы поедете. О, Господи, какая же этот шикарная собакин. Какой шикарный собакин. Ой, Барон тоже пришёл, и даже Мими пришла. Ну, все вот, все смотрят за нами. Как мы тут, чё мы тут. Чувствую себя таким сельским жителем. Вот в этом вот челлендже. Давно за таких не играл, чтобы прям и за садом ухаживать, и чё только не делать. Ой, вы посмотрите, как он слушает. Такой прям заинтересованный, такой... Ой, Боже мой, я не могу над этими ухами, над этим всем. Ой. Само очарование. А ты теперь что, хочешь реагировать на подарок питомца? Ой. Он пёрышки, что ли, нам принёс, или что? Или где? Что я не вижу ни этой... Никаких ни перьев, ничего. Да что там происходит? Это кто опять там дерётся? Если там Чарли и какая-нибудь белка... Что, Маркиза? Боже мой, Чарли. Чарли побитый. Бедный. Что случилось? Давай посмотрим на него. Это ж моё солнышко маленькое. Ну грустит наш собак. Давай ободрим его сначала. Потом... Похвалим. Дадим лакомство и... Искупаем в ванночке. До несчастной собаки натерпелся от всяких белок. Это кто наделал в доме кучу? Кошмар какой! Ужас! Вот у меня вот впервые такое, чтобы собакин... Делал кучу на улице. Не на улице, а дома. Ужас! А этот прямо... Мими прямо в ножки легла. Вы посмотрите. Прямо вот к сандалям. Я помню, у меня собакин тоже когда был, он тоже так любил делать. Ай, какая прелесть! Ну, всё-таки разные собаки, но и в доме это счастье. Это счастье. А чё у нас там? Маркиза? Что-то какая-то она... Маркиза опять грязная. И легла, главное. Вы посмотрите. Так, ну, не побовь вечно что-то с ним происходит. Я уже даже не это... Не удивляюсь. Енот пришёл. Кстати, да. Я запретила еноту вход в дом. Ибо нефиг. Не для вас, так сказать, наш кучка... Какая кучка? Я что-то уже это... Не для вас наш кирпич строился. Во. Так, я, может, успею всё-таки... Мяч перепищ. Названия, конечно, тут некоторые. Так, давай польём. О, господи, Чарли носится как бешеный какой-то. Ужасы. Так, давай. Быстренько дольём. Может, даже успеем урожай собрать. Вообще, я думаю, может, нам ещё заказать семена по интернету, поскольку у нас теперь появился... Компункте. Так, а ты чё страдаешь? Боже мой, эти собаки на сумму сходят. Что с тобой? Что случилось? Ты в туалет хочешь? В туалет хочет собака. Попроси её сходить, пожалуйста, в ту бзик. А то опять кучку наделают. Это вот так вот вы в туалет у меня ходите прямо на обозначенной территории, на участке. Серьёзно. И ещё и... Ну, спасибо. Услужили. Этому ещё и рулеты не нравятся. То не нравится, это не нравится. Ребят, мне тоже много чё не... Оооо, иди, какой я собакин. Вы посмотрите, чё эта пусечка вытворяет. Эта пусечка просит лакомства. Божечки мои. Божечки мои. Хороший какой, а. Смотрите. Не могу просто. Я просто не могу. Ооо, первый потребитель уже пришёл. Вообще, по-хорошему, нам бы купить кормушки, которые сами восполняются. Вот это было бы шикарно, Чарли. Нельзя так делать, пожалуйста. Что это? Обрызгали, собака обрызгала. Конечно, потому что этот шубутной, как не знаю кто. Так, это то ли от кинота воняет, то ли... Да, реально от кинота воняло. Давай наполни быстренько кормушку. О, ещё какие-то можно наполнить у нас. А, серьёзно. Потребители у нас тут, конечно, молодцы. Всё, ну, в принципе, я думаю, давай мы быстренько в ванночку, может, сходим. Давай в ванну. Снимем дискомфорт. Да в смысле маркиза голодна? Вот кормушки наполнены. Собаки не самостоятельные. Ой, бароша. Бароша пришёл охранять нас в ванне. Вот бароша, молодец. О, господи, у меня сейчас глюк был. Вот так вот, если камеру сделать, ощущение, как будто они с собакином вместе в ванной. Да. Всё, давай быстренько домывайся. И пойдём спать. Боже мой, такая морда. Вы посмотрите, вы посмотрите на эту морду. Он играть, наверное, хочет. Кто пришёл? Пеппи. И Чарли. У вас у всех туса, что ли, какая-то? Вы чего? Что случилось? Куда хозяин идёт, туда и вы? Так, что ли? Ой, что-то побежали на лобочку. Что-то делают, прям что-то бесится. Ну, конечно, кучу сделал мне собак мой. Благодарный. Всё, мы ложимся спать. Мы с Ким, ничего не знаю. Кто будет шуметь, кричать и так далее, а то та по морде надаю. Что случилось? Что? Что случилось? Серьёзно? Что? Серь... Ну, ребят, вот, собственно, опять Ебобоша наш. Теперь уже вы сами это всё видите. Он решил почить. Всё, всё, наш Ебобоня. Бедный, несчастный. Все сбежались. Все бегут. Ну, кстати, вот в тот раз у меня не было свидетелей смерти, а теперь, наконец, можно даже увидеть. О, даже тому пёселю грустно стало, хотя он не наш вовсе. Так, а может, мы можем как-то у смерти что-нибудь попросить за него? Нет? Нет? Ой, как обидно и неприятно. Жалко, жалко, конечно, жалко. Нашего енотика. Очень жаль. Так мы и не успели с вами строительство дома закончить. Жалко. Игра у нас... Да, в смысле, если как-то наш ещё не умер. Уже умер. Уже ж. Смертушка, ну почему же ты так не вовремя-то за всеми приходишь, а? Обидно мне, очень обидно, конечно, за ебобо. Даже не знаю, что мы теперь будем делать с вами. Даже не знаю, что делать. Можно, конечно, пойти и сделать амброзию это несчастье для питомцев и дать её призраку ебобо и тем самым как-то, я не знаю, ещё продлить время, но я не знаю, если честно, что теперь делать, либо продолжать уже без ебобо, пока мы не накопим на нормальный дом. Ну, просто тут енот был просто таймером, если так подумать, да? Но по сути мы на него даже ни внимания, ничего не обращали. И ну вот разве что, что вот он умер, и да, у нас мудлет появился, а до этого мы как-то особо даже ничего к нему не испытывали, никаких чувств. И я даже не знаю. Можно, конечно, если вы мне разрешите пройти продолжить пройти продолжить смерть теперь у нас расхаживает, вы посмотрите на эту деловую колбасу. Шо вот тебе надо, а? Можно спросить про ценные пожитки, если она не уйдёт. Скорбеть, ебобо. всё равно скорбит он, конечно, скорбит. У нас одно место теперь освободилось, либо мы заведём ещё какого-нибудь енота, я даже не знаю. В общем, я, наверное, буду ждать ваших комментариев, что вы мне скажете делать, и исходя из этого, уже как-то будем либо продолжать наш летсплей, о, господи, либо мы будем его завершать, ну, я не знаю, ребят, я не знаю. Обидно, я думала, что всё-таки ебобо как-то у нас протянет, проживёт, и мы достроим дом. Но теперь ебобоши нету, зато есть мяч пищ-перепищ, и куча растений, которые надо собрать, перебрать, и так далее. А, смотрите, он уже не грустит, такой погрустил немножко, и всё. Посмотреть на вот это. О, боже, мой, бедный ты мой. Такой, такой и хороший, а. ну-ка, 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 ну-ка. Серьёзно, поливает слезами цветок. Ай. Вот если бы это ещё свойства какие-то давало интересные растению, это было бы вообще супер. Мол, была лилия, слезами полили и стали печальные лилии, лилия скорби какая-нибудь. Зато это нам помогает справиться с этим. Вот, барон даже пришёл, что-то гавкает такой, хозяин, не рыдай. Ты что? И я на этом буду тогда завершать серию, даже не знаю. Тогда пишите в комментариях, что нам теперь делать, воскрешать, пытаться его бои продолжать. Или мы завершаем этот небольшой челлендж нашим провалом, либо что. Потому что заново начинать я смысла не вижу, вы и так всё знаете, как там обстоят дела на первых уровнях. Ну, вот, собственно, всё, всё, что произошло. Спасибо всем, кто смотрел, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем спасибо ещё раз, что поддерживаете всеми своими усилиями, я это очень сильно ценю. А с вами была Чертолох, всем удачи и пока-пока!